Итак, друзья. Блок питания от ноутбука был включен в розетку. Тишина, напряжение выходного не было. Вскрыл его, увидел перегоревший предохранитель сразу керамический. Впаял волосок от медного многожильного провода. Включил и раздался хлопок. Хлопок и неприятный запах такой. Значит давайте разбирать дальше. Так он крепится. А нет, он не закреплен в корпусе, можно его вот так вынуть. А, вот защёлки. Вот защёлочка здесь. Вот, вынули. Так, снизу большой радиатор, а-ля экран. Давайте его снимем. Здесь вот два винтика. Так, этот винтик крепит радиатор и центральный провод штекера сетевого. И этот, ой какой маленький, смотрите. Ох какой малюсенький винтик. Хм. Оп. А, ещё вот видите, радиатор здесь загнут и является радиатором транзистора. Откручиваем. Снимаем пружинную скобочку, которая прижимает транзистор к радиатору. И, оп, снимаем. Так, смотрим, что мы видим. Сразу переворачиваем. Запомнили примерно расположение детали? Переворачиваем вверх ногами. Ставим тестер. Включаем на прозвонку. И поехали. Так, ну, сразу понятно. Вот сетевое. Вот вход переменного 220 вольт. Вот диодный мост. Диодный мост обычно крайний. Это плюс-минус. Вот здесь плюс-минус. Подписано. А средний это переменный. То есть, любой вход, ой, точнее так, каждый вход переменный. Вот, например, вот этот берём. Должен звониться на одну из ножек центральных. Вот, пробуем. Не звонится. Звонится. Значит, другой должен на другую звониться. Всё. А между собой они не должны звониться. Иначе сразу понятно, что предохранитель горит из-за замыкания в цепи до диодного моста. Так, до диодного моста всё прекрасно. После диодного моста звоним плюс с минусом. Вот, пардон. Вот стандартная ситуация. Вот, видите, конденсатор заряжается. Разряжается. Вот он, большой конденсатор. То есть, на нём тоже всё нормально. Вот он. Так, скажем, якобы нормально. То есть, нормально вроде. Не видно. Так. Что ещё? Вот. Вот транзистор, на котором собран мультивибратор. Высоковольтной части блока питания импульсного. Так, ну, даже, так скажем, не думая. Значит, смотрите, покажу. Значит, ну, центральный – это коллектор. Это всем понятно. Вот. Центральный – это обычный коллектор. Пускай вот это будет база. Вот, проверяют транзисторы так. Это вот самый лёгкий способ. Многие поспорят. Много исключений из этого случая. Ну, вот, платье вот так вот проверяют транзисторы. Предполагаем, это база. В одну сторону обе ножки должны звониться одинаково низко, в другую – одинаково высоко. Вот так высоко, так высоко. Меняем. В другую сторону, значит, низко должна, низкое сопротивление. Тоже высоко, низко. Значит, это не база. Значит, вот база. Вот. Проверяем. Низко, низко, а здесь высоко-высоко должно быть. Высоко. Высоко. Отлично. И здесь не на кратко. То есть эмиттер-коллектор не на кратко. Все. Претензий больше нет по транзистору. То есть транзистор, так скажем, 90 процентов, что он исправен. Так. Что еще? Вторичка. Вторичка. Вот. Трансформатор наш. Вторичка у него. Вот. Вот он. Сейчас проверим. Вторичку. Ну, вот он. Ну, звонится. Все правильно. Он должен звониться где-то. Так. Вот одно напряжение во вторичке. Правильно. Здесь блок питания одно напряжение выдает. 17 вольт. Вот. То есть вторичка целая в трансформаторе. Он должен идти на транзистор. Это скорее всего диод. Здесь звоним. Высоко. Низко. Вот. Видите. Ждите. Потому что конденсатор заряжается. Разряжается. То есть здесь надо ждать. Видите. Он разряжается. Вот. Видите. ну и же диод целый то есть вторичка якобы целая в данном случае я проверяю только такие элементы которые очень быстро проверить микросхемы, микросхемы и в чип транзистора я не лезу так теперь вроде все внешне целое так диодики позвонить можно еще с этой стороны вот эти вот вот эти мелкие ну хлопок был достаточно громкий если бы такой диод рванул, его бы видно было что он развал переворачиваем смотрим так, следующий этап смотрим конденсаторы, чтобы не были вспухшие нормальный этот нормальный здесь конденсатор это раз два я обчелся опа так все сейчас извините слепого сейчас беру увеличительное стекло смотрю внимательно вот вот а вот она и неисправность так внимательно смотрим вот сюда сейчас будет видно нет, не знаю сейчас попробую показать вам на маленький конденсатор а точнее на то что творится вокруг него на плате видите видите лужа высохшая лужа сейчас может вот так виднее будет без увеличилки вот сейчас покручу смотрите вот на этот конденсатор вот на этот конденсатор смотрите вокруг него точнее вот видите под деталями что творится видите как будто клей засохший или канифоль видите вот вся плата блестящая а там лужа непонятного цвета это говорит о том что вот этот конденсатор взорвался но взорвался не вверх видите у конденсатора специально вот здесь вот риски нанесены если он взрывается то просто-напросто он его разворачивает в эту сторону вот эти вот по вот этим вот полосочкам он рвется а здесь нет этих полосочек и соответственно ну он конечно мог вывернуться в эту сторону но с той стороны внизу где ножки там резиновое уплотнение вот это резиновое уплотнение и выбило и соответственно электролит весь вытек ну или наоборот вытек электролит а потом бабахнуло когда я включил вот только обязательно здесь надо проверить вот эти три резистора 1 2 3 судя по всему они низкоомные и могли сгореть сейчас проверим так нормальный нормальный так а вот этот вот вот этот вот похоже сдох так минутчик может я не позвоню смотрим значит вот это вот у нас вот это вот этот вот рядом с ним что ничего вот этот резистор 2 который r2 это r1 это r2 написано рядом диод так на диод не попасть самое главное а диод вверх так и конденсатор этот да вот он конденсатор этот вот видите у него нет цикла заряд разряды похоже вот это и говорит о том что он дохлый обычно конденсатор вот давайте я покажу вот как заводится в обратную сторону вот как здесь в одну сторону такое ощущение через диод а в другую а вот кошку как так и вот этот трансформатор это вот и так где-то да вот так вот то есть подозрением вот этот резистор и вот этот конденсатор. Ну вот, диагностику провели. Будет время, я достану детали, перепаяю и покажу вам продолжение. Всего доброго. Вот такая вот дефектация получилась блока питания. Блок питания, давайте я вам покажу, вот такой вот, от древнего ноутбука. 17 вольт, 1.3 ампера. Вот модель LP486 ADA. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.